Так, ну давайте, раз мы, значит, заговорили про выборы, вновь погрузимся на дно, там, где, по словам Абызова, лежит моя моральная планка, потому что где-то рядом с этой моральной планкой глубоко внизу лежат и наши выборы, так называемые, и рейтинги кандидатов, так называемых кандидатов. Как вы помните, мы обещали, мы продолжаем делать еженедельные социологические опросы для того, чтобы вы получали реальную социологию о том, что же сейчас происходит. Давайте посмотрим, начнем с рейтингов кандидатов, что будет, если выборы пройдут в это воскресенье. Первый слайд, пожалуйста. Первый слайд, мы видим, что, ну, собственно говоря, ничего не изменилось. Рейтинг Путина такой же, 80%, Жириновский 7%, Грудинин 6%, но изменение в 1% для нас, на самом деле, ничего не значит, потому что это ниже погрешности. По-прежнему мы видим, главное, что Грудинин и Жириновский бьются за второе место, и все эти кандидаты не имеют вообще ни малейших перспектив устроить второй тур или вообще каким-то образом быть замечены на этих выборах. Ну, то есть вообще с ними ничего не происходит. Давайте глянем на антирейтинги, что-то они, может быть, они что-то сделали для того, чтобы антирейтинги их выросли. Давайте посмотрим, кого же ненавидит наша страна. Следующий слайд. Вот следующий слайд. Ну, ненавидит, ненавидит, но мы видим, что наши избиратели по-прежнему очень сильно раздражены. Ксения Собчак. С большим отрывом дальше следуют Григорий Явлинский и Жириновский. Но Путин по-прежнему у нас с низким антирейтингом, очевидно, просто люди уже боятся говорить о том, нравится он им, не нравится. Они все не включают его в свои антирейтинги. Почему не растут рейтинги, не растут антирейтинги и не меняется вообще ничего? А на этот ответ отдает нам, на этот вопрос дает нам ответ следующий слайд. Давайте посмотрим его с агитационными материалами, каких кандидатов вы сталкивались за последние две недели. Вот давайте сразу в последнюю графу смотрим, никто из вышеперечисленных 74%. То есть 74% людей, абсолютное большинство вообще не видит никакой агитации и вообще не видит никакой избирательной кампании. Ну вот там Жириновский, ну естественно Путин, Грудинин, Жириновский, Собчак хоть как-то участвуют, появляются в телевизоре. Поэтому минимальное количество, вот Собчак 7%, Жириновский 12% с Грудининым, а Путин 17%, да, ненамного кстати ушел. Замечают их, все остальные наши сограждане вообще не видят никакой избирательной кампании. Это грустновато. И кстати говоря, ну а вот вы видели какой-то из, какие-то агитационные материалы? Вот я сегодня, сотрудник нашего офиса, принес и показал мне агитационный материал, который, например, разместил господин Титов. Это неправильно припаркованная БМВ, украшенная вот логотипами партии Роста и всего остального. Ну то есть вы видите, что они делают. То есть они не делают ничего, какие-то такие штуки для там смешной фоточки, что-то в социальной сети, какое-то заявление, которое обсудят 27 человек в Фейсбуке. Но ничего значимого, ни на одну значимую тему они не высказываются. Но мы для вас специально спросили о вопросе, а что же люди считают значимой темой? Это довольно интересно. Давайте посмотрим, на какие же темы люди хотят, чтобы кандидаты высказывались. Качество образования и медицинского обслуживания 59%, тема номер один, граждане России хотят, чтобы об этом говорили. Рост цен и бедность 50%, ЖКХ 47%, коррупция, что меня радует, 40% людей считают, что нужно обсуждать коррупцию. И давайте посмотрим, где находятся те темы, про которые без конца толчат наши кандидаты. Вот идем, 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 идем. В самый конец увидим участие страны в международных военных конфликтах. Тема важная для меня, но, тем не менее, гражданские права, демократические свободы, свободы слова 5%. То есть Россия в международной политике 12%. Вот все, что делают наши кандидаты сейчас. Грудинин говорит, что он присоединит там Донбасс. Собчак едет в разгар кампании на 4 дня в США. И что-то там тоже делает вид, что она великий внешний политик. Явлинский спрашивает про Сирию. Важная вещь, я его поддерживаю в этом. Но, тем не менее, факт остается фактом большинству людей. Неинтересна эта международная политика. Вообще не интересует их ни Украина, ни Америка, ни Сирия, ни Донбасс. Они хотят узнать, почему растут цены. Они хотят узнать что-то про коррупцию. Они хотят узнать что-то про состояние здравоохранения, образования. Каких-то, видимо, акций, высказываний на эту тему, дебатов на эту тему. Ничего же нет. Абсолютная пустота. Поэтому, собственно говоря, и обсуждать здесь особо нечего. Избирательной кампании нет. Эти кандидаты делают все, чтобы их не было заметно. Месяц до выборов остался. Месяц до выборов остался. Ни у одного из этих кандидатов, я не знаю, нет ни дебатов, ни до какой-то видеоролика, который по количеству просмотров хотя бы переплюнул этот мой эфир. Не потому что я такой крутой, а они не крутые. А потому что они ни черта не делают. Не хотят делать. Это условие договоренности. Поэтому не ходите на эти выборы. Не участвуйте в этом позорище. Записывайтесь с наблюдателем для того, чтобы помешать им фальсифицировать явку. И не будьте частью позорного, никчемного, убогого спектакля. Если кандидаты не борются в ваш голос, ну вы зачем пойдете на участок? Вы не можете быть более активным, чем кандидат. Ну согласитесь же, это очевидная вещь. Странно выглядит, когда вы там спорите со мной где-то в соцсетях, говорите, я обязательно должен идти на выборах. Ваш кандидат, который в бюллетене, он в этих выборах не участвует де-факто. Просто вот записался и все. А вы куда-то бежите. Не бегите никуда туда. Байкотируйте, призывайте всех бойкотировать, но участвуйте в вегетации.